Здравствуйте! Это программа «Право знать». Мы обсуждаем острые темы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители нашего региона. Сегодня поговорим о распространенных методах мошенничества в период новогодних праздников. Подробнее об этом нам расскажет начальник отдела уголовного розыска управления внутренних дел области Александр Стерликов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Ну скажите, с чем связан плеск мошенничества в период новогодних праздников? Это какое-то сезонное явление? Само мошенничество, конечно, не сезон. Оно у нас круглогодичное, без выходных, без праздников. Но действительно, в период новогодних праздников у нас случается действительно всплеск мошенничества. Все люди у нас бросаются куда? В интернет, что-то купить, подарить подарки родственникам, улететь куда-нибудь в теплые края на отдых, встретить Новый год где-нибудь, где потеплее. У каждого свое. Соответственно, у нас в интернете как есть добросовестные продавцы каких-то товаров, услуг, так и в большинстве своем, как это ни прискорбно, это мошенники. Соответственно, наши граждане, пытаясь купить какой-то товар или услугу, чтобы подарить родственникам, друзьям, да и самому себе, любимому, так скажем, на Новый год, часто очень встречаются и сталкиваются именно с мошенничествами. Когда они деньги отправят необдуманно, а потом товара или услуги нет. Так же, как съем жилья, например, кто-то хочет прилететь, например, к нам в Саратов, чтобы отдохнуть, мошенники также пользуются всеми этими способами. Ну и, естественно, как я уже говорил, билеты на авиатранспорт, чтобы куда-то улететь. А скажите, в связи с этим тогда такой вопрос, а как распознать мошенника? По сути дела, они же действуют так же, как и обычный продавец. Да, но распознать мошенника можно. Ну вот, например, необходимо пользоваться именно проверенными торговыми площадками, если вы хотите что-то приобрести, какой-то товар, услугу, подарок какой-нибудь, с доставкой. Ну, сейчас мы не будем делать рекламу, либо антирекламу тем или иным компаниям, но скачать себе, во-первых, приложение необходимо для приобретения этих товаров, и потом уже пользуем, а не так, как необдуманно. Набил поисковую строку в Яндексе, в Гугле, например, там выпало первое попавшее предложение, купили, оплатили и сидим, ждем, а товара нет. А потом уж только начинаем читать с вами негативные отзывы. Я заказал, меня обманули, образно говоря. Вот так вот и можно распознать мошенника. Вторым каким способом? Мошеннику что? Ему нужно деньги заработать прямо сейчас. Соответственно, он всеми возможными способами будет с вас вытягивать эти деньги. Причем полностью отдайте мне деньги именно сейчас. Если вы хотите арендовать жилье, то договоритесь с человеком о том, что вы приедете, осмотрите. Если вас удовлетворяет внешний вид и качество товара, там, жилья, то, естественно, вы за это оплатите сразу же в полном размере. Они так сначала деньги отправили, потом приехали, оп, а домика нету. Или он занят кем-то другим. Ну, смотрите, насколько мне известно, мошенники еще часто, вот если говорить про интернет, да, сообщения, интернет-покупки, интернет-бронирование, они часто еще копируют бренд или адрес компании, которая, ну, занимается этим, да, там, условно говоря, билеты есть ли. То есть в поисковой строке присутствует название какого-то проверенного авиаперевозчика. Вот здесь на что внимание обращать? Ну, мошенник, когда создает фейковую страницу, он в любом случае будет копировать и внешний вид, и в поисковой самой строке. Но если, например, у нас в компании-перевозчик, да, как пример, там будет определенный набор слов и букв, то, естественно, мошенник добавит какие-то уже другие знаки, там, припинания, цифры, букв и другие. И это все при ближайшем рассмотрении, все это можно будет понять, что действительно, что это не так, что это не то. То есть главное не торопиться и, как бы говоря, вдумчиво смотреть в экран монитора. Сравнить, хотя бы сравнить. У вас вы захотите купить билеты, улететь куда-нибудь там, не знаю, отдохнуть. Сравните, сколько будет этих строк поисковых, да, сколько будет вам предложений. И среди них надо именно найти ту компанию, которая действительно оказывает такие услуги, а не мошенников. Ну вот насколько я понимаю, мы сейчас как раз говорим о самых популярных видах мошенничества, да, или еще какие-то есть, вот предновогодние именно. Предновогодние, ну вот да, вот они так, вот эти три самых популярных. А так у мошенников чрезвычайно сметливы и стараются люди заработать на любом нашем, так скажем, проступке, чтобы деньги от нас утекли к ним. А на ваш взгляд, почему вот так происходит, то есть, вот, грубо говоря, людям хочется подешевле купить, да, или вообще получить бесплатно, да, то есть на этом играют мошенники? Мошенники играют на двух факторах. Первый – это наша жадность, второй – это наша паника, да, например, наша жадность, мы хотим быстрее что-то купить подешевле, либо хотим свою какую-то вещь продать подороже, и начинаем вестись на уговоры мошенников и поддаваться ему, да, на вот эти все провокации. Это при купле-продаже товаров каких-нибудь, при приобретении авиабилетов, или там мошенник может подделать страницу под какую-то симпатичную девушку, и таким образом парню пытаться охмурить и говорить, давай сходим с тобой в кино, и уже влиянием, так скажем, очарованием, думает, ну, прекрасный вечер обеспечен, и отправляет деньги необдуманно, а потом, естественно, горькое сожаление. А второй способ выбить панику, ну, эту панику, да, вот они когда организовывают, например, человек боится потерять свои собственные деньги, которые находятся на банских счетах, например, либо опасается за судьбу своих близких родственников, как он сейчас один из наиболее распространенных видов, это когда нашим гражданам звонят и представляются их родственниками, либо врачами объясняют, что их родственники попали в какую-то неприятную ситуацию, деньги нужны на лечение и многое-многое другое. Жадность и паника. Все. Вот эти два фактора, на которых мошенники играют. И очень, кстати, успешно. А скажите, насколько полиции удается этих мошенников находить и пресекать вот этот вид деятельности? Удается, боремся успешно, задерживаем преступников. Вот недавно, как на этой неделе, задержали одного злостного мошенника, который ходил по бабушкам, дедушкам, собирал с них денежные средства под предлогом, что их дети, родственники, внуки попали в ДТП или совершили иной проступок. Сдержали его, установили, и таких постоянно задерживаем. А были какие-то, я не знаю, может быть, курьезные какие-то случаи, вот именно предновогодние, да, когда там, я не знаю, хотели что-то купить, а получали кота в мешке или что-то еще такое. Ну, понятное дело, для людей, которые пострадали, это не смешно, да? А вообще, вот так вот, если со стороны посмотреть. Ну, вот в прошлом году не было точно. А вот год-два-три, по-моему, назад я помню, когда три компании сняли очень дешевый коттедж для празднования Нового года на берегу реки Волга. И, соответственно, все три они туда и приехали. И обнаружили, что там живет семья, которая вообще не собиралась этот коттедж никому сдавать. Вот они все трое с сумками там, с этими дисками, с музыками приехали, а идти-то им и некуда. Да и все трое в отдел полиции празднуют Новый год. А вот на ваш взгляд, если уж люди стали жертвами-мошенниками, нужно сразу обращаться в полицию? Или тут сроков давности, как говорят, нет? И можно в любой момент обратиться, чтобы, ну, пресечь или там постараться, чтобы полиция нашла этих злоумышленников? Чем быстрее потерпевший обратится в органы правопорядка, тем больше шансов найти и установить человека. Потому что вот вы сами представляете, что человек, жулик, мошенник, получил денежные средства с потерпевшего. Он не будет ждать, когда там он обратится. Денежные средства обналичатся в течение часа. Соответственно, пока есть шанс установить, да, на каких банковских счетах либо на картах находятся эти денежные средства, возбудить уголовное дело, получить судебное решение на блокировку счета, тем больше вероятность того, что мы заблокируем эти деньги и вернем их обратно потерпевшему. Ждать не надо. А вернуть вообще можно деньги, если там, условно говоря, в течение дня человек обратился? Да, мы успевали возбуждать уголовные дела и накладывать арест на счета. Ну, когда суммы большие были. Потому что мошенник, создавая счет банковский, который будет использовать в преступных целях, он тоже не всегда сможет быстро вывести оттуда деньги. Потому что банки наши тоже за этим смотрят и наблюдают, да, что он вчера счет создал, вроде как бы ничего там не было, тут бах, и несколько миллионов туда упало. А с чего бы вдруг? И, соответственно, банки тоже начинают свою проверку проводить, чтобы понять цель поступления этих денежных средств, откуда они поступили, куда они будут в дальнейшем выводиться. И вот это время мы успеваем заблокировать эти денежные средства и вернуть обратно на счет потерпевшему. Сейчас, смотрите, еще и популярен такой вид мошенничества, как поступают звонки, допустим, от банков вроде, а иногда даже представляются сотрудниками полиции, говорят, что делать. Вот в этом случае что нужно делать теми, кто с ними разговаривает? Ну, то есть потенциальным жертвам. Прекращать разговор, вешать трубку или, наоборот, может быть, как-то разговорить, если человек понимает, что его обманывают? Ну, знаете, было пару случаев тогда, когда человек понимал, что он разговаривает с мошенником. И, ну, не знаю, какой-то спортивный, может, был интерес или что-то. Он продолжал разговор. В итоге его и этого в дальнейшем человека убеждали действительно в том, что это банкир. Он говорил там, да, например, ну, зная, что на банковской карте нет ничего. Да, пожалуйста, вот мой номер банковской карты. Предоставил банковскую карту, коды, пароли. Но мошенники тоже оказались не лыком шиты. Они просто взяли на него дистанционный кредит, оформили, и все. И как бы человек вроде бы и знал, что он разговаривает с мошенниками, тем не менее он стал потерпевшим в данном деле. Поэтому не надо. Если вы чувствуете, да, вот мы живем с вами в спокойном мире, да, пообедали, образно говоря, занимаемся своей работой. Тут поступает этот звонок. Соответственно, мошенник, используя психологический фактор, пытается нас выбить из привычного образа жизни. Какой-то радостью, да, например, от предстоящей покупки. Ну, скорее всего, паникой. Да, что вот сейчас ваши деньги кто-то пытается похитить. И все, человек начинает метаться и думать, как же ему спасти свои деньги. Так вот, в первую очередь, надо успокоиться. Не надо вестись на эту провокацию. Ну, пытается кто-то оформить кредит. Ну, и хорошо, пусть оформляет. А я сейчас пойду и заявление в полицию напишу, что вот на меня кто-то кредит оформить пытается. И не получится этого, пока собственник банской карты или банковского счета не предоставит мошеннику необходимых сведений. Очень проблематично на него оформить какие-то кредитные обязательства. Поэтому не надо с мошенниками разговаривать. Алло, здравствуйте, вам звонят из банка. До свидания. Не надо с ними разговаривать. Понятно. Вот сейчас услышал из ваших уст совет. А еще какие-то советы дайте как раз перед Новым годом, чтобы саратовцы, жители нашего региона, не попадались на удочки мошенников? Ну, в первую очередь, надо быть бдительным. При совершении каких-либо покупок товаров и услуг не надо поддаваться сразу, вестись на вот эти низкие цены или еще что-то. Во-вторых, хотелось бы, естественно, обратиться к жителям города Саратова, что у нас у всех есть с вами престарелые родственники, маленькие дети. Вот в первую очередь, надо им рассказать о том, что возможно свершение вот этих вот мошеннических действий. Родственникам престарелым сказать, если вдруг тебе будут звонить и говорить, что вот я попал в ДТП или еще кто-то, спокойненько, трубку ложим и звони мне на мой сотовый телефон. Если до меня не дозвонились, до других родственников, чтобы понять, действительно произошла беда или не произошла. Детям малым тоже надо сказать об этом, что не надо там, если тебе звонит какой-то взрослый дядя-тетя и говорит, что вот надо сейчас срочно продиктовать номер баланса карты, чтобы у мамы с папой деньги не пропали. Тоже не надо этого делать. Так и надо объяснить детям. А то есть вот были такие случаи, когда через детей действовали? Да, конечно же. Например, вот был случай, родители спали вечером, позвонили на сотовый телефон ребенку. У ребенка 10 лет, девочка пошла, продиктовала данные банковской карты, взяла мамин телефон, туда коды, пароли приходили. Мама утром просыпается, непонятно, что за смски такие, откуда они взялись, а ребенок говорит, вот так и так, мне позвонили, я продиктовала, сообщила, чтобы спасти ваши денежки. Даже на такое идут преступники. Спасибо, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на наши вопросы. А нашим телезрителям я напоминаю, что вы тоже можете задать интересующий вас вопрос сотруднику регионального отделения полиции. Для этого нужно отправить его на почту info.sobako.saratov24.tv или нам в Инстаграм и следить за ближайшими выпусками. Это была программа «Право знать». До встречи.